Кризис Кризис это всегда очень сложное время для любой компании, но Apollo это не впервой, как говорится. Нам уже 35 лет, мы более 35 лет присутствуем на рынке пожарных технологий, существуем с 1980 года и, конечно же, прошли через не один кризис. В Россию мы поставляем с конца 90-х годов и знаем, каково это работать в течение кризиса. Так, одним из наших решений является развитие существующих партнерств. То есть мы используем наших партнеров, их русскоязычные способности для поддержки нашей продукции. А также, конечно же, так как отрасль пожарной безопасности является очень консервативной отраслью, мы пытаемся привнести новейшие технологии. Мы надеемся, что Сатирия произведет не просто эволюционный шаг в развитии, но и революцию не только по всему миру, но и в Российской Федерации. Все методы хороши. И фриланс, и АЕМ-технологии, такие как закупка, производство по лицензии. Но мы сейчас занимаемся все-таки по большей части собственными разработками, так как государство, в общем-то, сейчас направлено на развитие собственных технологий. Другие методы мы тоже не исключаем. Существующий кризис характеризуется тем, что обостряется конкуренция, уменьшается платежеспособность спроса. И я считаю, что наилучшей стратегией в этом кризисе будет это разрабатывать собственные решения, предлагать рынку нечто такое, чего раньше не было. Короче, решение новых задач по-новому. Для нас вопрос довольно-таки простой, поскольку мы сами являемся разработчиками, являемся лидерами в этой отрасли. Мы, конечно, безусловно, продолжаем наши разработки собственной командой. Мы считаем, что кризисы, да, они бывают, они время от времени случаются. Сейчас мы видим некую ситуацию нестабильную в нашей стране, но поскольку компания глобальная, каждый год где-то что-то да происходит. Мы спокойно относимся ко всем сложностям, которые могут возникать на рынке, потому что кризис пройдет, а пользователи смогут оценить то качество продукции, которое мы для них делаем. Создавать именно свою команду по развитию, по продвижению. В частности, компания начинает в этом году развивать свое именно техническое направление. Мы создаем свой проектный отдел. И компания в этом году уже предлагает комплексное решение не просто ограждения, как элементаристической защиты, а уже комплексное решение на объекте, по те задачи, которые в данном случае удовлетворят, ну, в данном случае требования заказчика. Вот и все. Вы знаете, для нас, как производителя, я, наверное, отвечу следующим образом. Мы китайский производитель систем видеонаблюдения на рынке. И в настоящий момент говорить о формировании ОЕМ для нас, ну, это неинтересно. А вот работать по программе импортозамещения в российский рынок – это самое то. В условиях кризиса работать всегда сложнее, всегда труднее. Но кризисы встречаются в экономике всех стран в разные времена. Мы, как глобальная компания, конечно, встречались с кризисами в разных странах в прошлом. Мы видим, что работа в России из-за сложной экономики сложнее в этом году. Но, тем не менее, мы видим, что бизнес движется дальше, что бизнес не остановился. И способы, как с этим бороться, конечно, и в трудных условиях. Есть необходимость проводить инвестиции в свои собственные разработки. Есть необходимость проводить инвестиции в свою сеть продаж своих клиентов. И не останавливать и не ждать, что что-то изменится. Потому что другие конкуренты они ждать не будут. В нашем случае, мы оцениваем, что секретные инвестиции, может быть, немного другим. Потому что это работает в период кризис, потому что люди требуют сохранить свои продукты. Мы оцениваем нашу знания, поэтому мы не оцениваем. Мы оцениваем, что топ-квалидные продукты, инновации, даже если экономически сложности, инновации и добавленные продукты в наших продуктах будут открыть новые рынки. Поэтому мы оцениваем на качестве наших систем. Наверное, идеального варианта не существует в рамках кризиса. Каждая компания выбирает для себя сама тот путь развития. Кто-то уменьшает издержки, кто-то, наоборот, набирает себе персонал, чтобы захватить больше долю рынка. Все зависит от возможностей конкретной компании. Компания MicroDigital что делает на сегодняшний день? Мы стараемся, как я уже говорил, мы стараемся предложить комплексные решения для наших клиентов, для монтажных организаций, для торговых домов. То есть полный спектр оборудования. И в том числе мы очень серьезные вложения делаем в ноу-хау, в новые разработки. Чтобы быть первыми на рынке, чтобы снизить конкурентное давление на тот сегмент рынка, где мы находимся. Если говорить про нашу компанию, то на самом деле нужно просто внимательнее относиться к партнерам, покупателям. И вы знаете, кризис в некотором смысле является таким санитаром бизнеса. Те, кто предлагает действительно эффективные системы, эффективную работу с партнерами, с клиентами, они безусловно останутся и будут дальше работать. А те, кто позволял себе некие элементы халтуры, некие элементы простых систем, причем невнимательным в отношении к клиентам, к партнерам, к решениям, которые они предлагают, те, наверное, покинут рынок. Поэтому здесь, с одной стороны, все просто, с другой стороны, все сложно. Нужно просто внимательно и тщательно относиться, во-первых, к тому, что вы делаете, и к тому, как вы работаете с партнерами и с клиентами. Классическое понимание кризиса в России всегда, как в 2008 году, как в 1998 году, в принципе, идентичное. Развитие получают компании эконом-сегмента, продукты эконом-сегмента и компании элитного сегмента, продукты элитного сегмента. Соответственно, у нас сейчас рецепт один – это попытаться устоять, попытаться удержать именно планку эконом-сегмента, несмотря на удорожание всей продукции, попытаться остаться в эконом-сегменте, а также параллельно развивать проектный сегмент, параллельно развивать другие сегменты. Здесь все средства хорошие. Это, наверное, и подбор команды профессионалов, оптимизация, безусловно, кадрового состава, в нашем рынке развитие с OEM-ODM брендами и непосредственно, наверное, и свои разработчики. И в нашем холдинге присутствует и то, и другое, и третье. То есть это и достаточно сильная команда торговых домов, и собственные разработчики нашего производства MPP-верс, ну и наши OEM-бренды Sarmat и Slymex. Вы знаете, кризис – это хорошая проверка для бизнеса. Если вы успешно его ведете вне кризиса, у вас достаточно много шансов для того, чтобы в кризис стать еще сильнее. Наверное, ключевые советы, которые можно давать компаниям, они, ну, по большому счету, не привязаны к кризисным ситуациям. Потому что зачастую рынок безопасности, на наш взгляд, он немножко паразитировал на большой марже, на крупных государственных проектах и так далее. Мы для себя избрали немножко другой путь. Мы идем изначально, повернулись лицом к частному клиенту, лицом к среднему и малому бизнесу. И доказывали им свою состоятельность, состоятельность своих решений, доступность этих решений в решении или в помощи, в развитии бизнеса нашим клиентам. Соответственно, сейчас в кризис мы не наблюдаем никакого оттока наших клиентов. Мы, наоборот, видим большой интерес к нашим решениям. Мы демонстрируем сейчас по нашим продажам практически 50-процентный прирост к прошлому году. Мы очень довольны текущей сложившейся ситуацией. Да, безусловно, определенная нервозность есть. Безусловно, кризис помогает еще раз трезво взглянуть на те издержки, которые мы несем как бизнес. На ту эффективность, которую мы реализуем в рамках распространения наших сервисов и наших обращений клиентов в разных каналах. Мы смотрим, насколько эффективно тратятся наши деньги, насколько эффективен каждый сотрудник. И в этом смысле хорошая, мотивированная, профессиональная команда, это залог успеха прохождения любых катаклизмов. Прежде всего, мы хотим сказать, что самое важное важное, чтобы получить certificацию, и то, чтобы получить certificацию, и то, чтобы получить certificацию. Мы считаем, что лучше развивать компанию в кризис, это больше подходить индивидуально к каждому клиенту, выполнять именно те требования, которые он запрашивает, быть гибче. Например, мы предлагаем такую услугу, как индивидуальное оборудование под клиента. Клиент нам высылает техзадание на какое-то оригинальное оборудование, которое не представлено в широкой нашей линейке в каталогах, но мы готовы его произвести. Например, взрывозащищенное оборудование, оборудование для банкоматов и тому подобное. Мы сами являемся, скажем, производителем, разработчиками собственных решений. И менять эту архитектуру тоже не собираемся, несмотря на кризис. Но, смотрите, единственное, мы мировая компания, Далмайер, да, мы работаем на весь мир. Кризис сейчас, скажем, где-то более серьезный, где-то менее, да, там нельзя назвать его глобальным в том плане, что он везде одинаковый. То есть где-то рынки работают стабильно. И наша компания не собирается менять подход. И подход в России, как он сейчас у нас организован, организован очень просто, что и большинство наших клиентов, партнеров это понимают. Сейчас может быть просто такое время, когда есть нестабильная ситуация, и вот ее нужно переждать. Это не значит, что нужно сидеть и ждать, да, это значит, нужно продолжать как бы работать над новыми проектами, там что-то расширять в старых. Ну или закладывать, планировать. Потому что рано или поздно ситуация стабилизируется на том или ином уровне. И в ней уже будет адекватно работать. И как бы мы с заказчиком, заказчик с нами. Вот. А вот в текущей нестабильности мы, скажем, продолжаем нашу активность, да, работу. Нельзя сидеть сложа руки. Но с пониманием относимся к тому, что из-за ситуации те или иные заказы могут сложиться там чуть позже, чем планировалось. Я могу отметить, что за 2014 год Ford Telecom выросли на 49%, а за первый квартал этого года в соотношении с предыдущим уже успели вырасти на 30%. И это нетипичная для рынка ситуация, связанная с тем, что мы российские производители. У нас очень большая рублевая составляющая. У нас рублевое производство, у нас рублевая зарплата. Поэтому себестоимость наших продуктов гораздо меньше зависит от курсов валют. Это нам позволило существенно выиграть на программе импортозамещения. И без всякой государственной поддержки интеграторы выбирают наши решения. Просто потому, что сейчас они стали доступнее, чем решения наших зарубежных конкурентов. Субтитры создавал DimaTorzok